мы на месте хорошо мы приветствуем ариэлу интересуемся готова ли она к проверке доверить ли она нам свои биополе на перевод сеанса готова и доверит и я даю команду на счет три сканер начинает сканировать пространство над головой ариэлы под ногами и тел ариэлы находит все но не нет подключить вообще энергии вокруг нее идут чистые и манифесты защищает замечательно считаю сколько сейчас энергии качество вибрацию ариэл на настоящий момент у нее от 80 до 120 и и герцов не выпускается на поднимает ее отлично 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 сколько герц у нее сейчас 15 15 герцов хорошо человек работает замечательно посчитаем формации сколько нам нужно дать энергии куче 100 вибрации максимально комфортно для ариэлы 320 и 25 и на счет 3 в макушку головы ариэл начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 320 процентов каждый один два три потоки пошли наполняет усиливает все необходимые цвета начинает поступать мощность потоков усиливается чистота и вибрации поднимается до 25 герц пошел подъем каналы у нее чистые открытые она значит что делает отлично готова синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом один два три готова на счет 3 возвращай ариэлу в систему биоробот душа подключаю каждому органу каждой клеточке каждая извилинка головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами она говорит благодарю за чистоту энергии во благо благодарим вас за то что вы работаете над собой это единственный правильный путь и отключайся от ариэлы и переносись к ее входной двери на счет 3 1 2 3 ты стоишь перед входной дверью я здесь входи в квартиру и на счет 3 я даю команду клетка в зале установилась хорошо кто у нас там все клетка разбивается на сектора у нас здесь какие-то обезьяны энергетические обезьян они похожи на таких небольших обезьян которые бегают по всему дому и особенно они находятся там где склад как складируется что-то это как лоджия у них там старая мебель хорошо обезьяны записал будем разбираться дальше черт черт вот черт мы с тобой встретились считает цифры над головой 4 4 герцовые хорошо только он мог помочь собаки спрыгнуть там портал где окно это а собака в портал вошла он ее туда понял хорошо черт сегодня я тебе буду ломать ноги и руки дорожка и сделал ну вот я тебе сегодня буду делать дорожку и отправлю тебя в один в другой портал один воронки две воронки арахноид арахноид рептилоид игре штуки репт и два игры игры органические или нет поставим маячок да хорошо рептилоида считает цифры над головой 86 86 всего кто из вас главный грей или рептилоид но мы уже видели вводит процессом руководит процесса мы уже видели рептилоида который работал у грей ассистентом он все равно руководит процессом а он руководил ну хорошо так рептилоид скажи мне как долго ты находишься в этой квартире с грейми вместе 7 лет хорошо как ваше что ты установил в квартире как оно все ощущалось на физическом плане ты откачал энергии или собирал я понимаю да да значит у вас есть этот шар куда вы собираете эти энергии и накапливать я так понимаю да магнит магнит хорошо арахноид как долго ты находишься в этой квартире три года есть потомство в квартире есть где она там вера как балкон стиральная машина стоит стиральная машина будем дальше смотреть хорошо две воронки у нас там стоять до открывается портал галактическое ядро и воронки улетает на переработку в чистую первичную энергию закрывая печатаю растворяй готова чёрт как долго ты находишься в этой квартире петли живет пять лет на ком ты установил свои подключки из обитателя в квартиры одеялки есть у него понятно что есть и переходим к обезьянам они меня понимают но не слышат тебя черт откуда эти обезьяны что это за сущность откуда они взялись в этой квартире определенные энергии из которых привлекают какие энергии привлекают от кого исходят эти энергии почему-то слова идет жара и смешанная вот с этими энергиями я не понимаю просто это с вещами связано но вещи они несут определенную энергию людей которые осталось за много лет так может избавиться от этих вещей я к этому говорю если они этих сущностей притягивает или перешли эти сущности вместе с этими вещами квартиру то это решать обезьяны нет это должны решать люди хорошо как долго эти обезьяны находятся в этой квартире 8 лет мне кажется реле надо от каких-то вещей избавиться вера ты видишь где находятся эти вещи давай они красным цветом загорается где они находятся которые на чистоте обезьян старые шкафы дерево это старых шкафах значит с ними пришло до шкафы дерево какие-то деревянные вещи деревянные вещи хорошо реле попытайтесь эти деревянные вещи или от них избавиться хоть мы все и почистим если есть возможность купите себе новое они показывают как они с них передвигаются прыгают по ним по этим вещам да да собирает клубы этой энергии переходят по дому понятно они пришли извне или если они наращивались то есть было сперва как такая энергия потом она сформировалась в одну из обезьян и наращивались хорошо придумали формировались из них понятно хорошо так сейчас рептилоид даст команду грейм грей выходит собирает все что они оставили в этой квартире и возвращается в клетку но у них установки по квартире потолку понятные которые автоматически принимали энергии разные грей как эти понятно как эти магниты воздействовали на самочувствие как человека как она ощущал как хозяин квартиры ощущал эти энергии на себе перемена настроение перемена настроение хорошо и усталость 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 по утрам нет в течение дня понятно значит вы круглосуточно высасывали энергию не обязательно ночью я понятно собирали вы собирали минуту энергии которые выкидывали люди в этой квартире правильно да эмоции чувств все понятно но вы своими подключками и провоцировали их одновременно помогали эту энергию отдавать было такое признавайся мы не подключались я знаю вы не к ней не подключались но вы провоцировали своими подключками чтобы человек выбрасывал эту энергию нет есть достаточно провокаторов внутри согласен согласен хорошо собирайте докладывайте готова собрали все хорошо рептилоид грей я прошу вас больше не приходить в эту квартиру вам это понятно мы все будем здесь закрывать готова нет готова уходить готова открывается наверху два портала один на чистоте рептилоида один на чистоте грейф грей уходит свой портал забирает все что не собой принесли рептилоид уходит свой портал забирать все что он с собой принес закрывая печатаю растворяя Арахноид, выходи, собирай все свое потомство, всю паутину, ничего не забывай и докладывай мне о готовности к проверке. Там в зале ковер. Да. Вот он тоже весь в паутине. Как это воздействовало, арахноид, эта паутина, когда человек по этому ковру ходил? Оттоком энергии. Отток энергии. То есть надо было всего пройтись по ковру и моментально через ноги шел отток энергии. Правильно я понимаю тебя? Да. Хорошо. Собирай все. Вот с арахноидами, насколько я помню, Вера, у нас никогда проблем не было. Они очень дисциплинированы в этом отношении. Все собрали. Они напугаются. Я понимаю. Хорошо, арахноид, мы не представляем для тебя опасности, потому что ты кооперируешь, а это было единственное условие. Ты готов уходить со своим потомством? Да, готов. Хорошо. Открывай наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Готово. Хорошо. Так, обезьяны, что вы оставили в этой квартире? Так, со стороны мой вопрос, послушайте. Это... Обезьяны. Энергия какая-то. Хорошо. И я даю команду на счет три. И вся энергия, которая на чистоте обезьян находится, на счет три начинает собираться, если в их чистоте собирается в шар перед клеткой тюрьмой. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Она какая-то желтая, сладкая, как такая приторная, то есть к ней прилиплялась. Прилипала, понятно. Да, прилипала другая энергия. Это как магнит у рептилоидов. Все понял. Готово. Хорошо. Большой шар? Большой. Открывается портал галактической ядры, шар улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывай, опечатывай, растворяй. Еще что-то есть на чистоте обезьян? Просканируй, Вера. Посмотри, вот эта энергия, которую ты отправил. Да. Это как то, из чего они состоят. Сперва эта энергия, потом она укрепляется и превращается вот в такой образ, который ползает, собирает и прыгает. Больше нет ничего. Больше нет. Хорошо. Так, буду обезьян отпускать на их чистоту. А где их чистота? Внизу, конечно, да, Вера? Да. Хорошо. Обезьяны готовы уходить? Да, они готовы. Больше не приходите. Со мной встретитесь. Открывается внизу портал на чистоте этих сущностей обезьян. Один, два, три. И они уходят на свою чистоту все вместе, закрывая, опечатывая, растворяя. Но они все вместе как поток энергии превратились и улетели в этот портал. Угу. Готовы? Закрывая, опечатывая, растворяя. Это интеллигентная энергия, видишь, сущности, еще и понимают тебя. Так, черт у нас остался, черт. Я не знаю, как сегодня с тобой я поступлю, потому что ты сделал очень тяжелый поступок. Несмотря на то, что тебе всего 4 герца, ты причинил боль собаки. Собаки и дети для меня это закрытая тема. Кошки. Я за них наказываюсь со страшной силой, черт. Собака из-за твоего поступка поломала себе ногу, выпрыгнув с окна. Она могла убиться насмерть. Она хотела летать. Она хотела летать. Кто ей эту идею предложил? А, черт? Не я. Ты что, меня за идиота сейчас считаешь? Нет. Откуда собаке иметь в голове мысли о летании, о полетах? Что значит, она хотела летать? Я сейчас сюда собаку приглашу, и она мне на все вопросы ответит сама. И смотри, черт, если ты соврал сейчас, я тебе еще один раз шанс даю рассказать правду. Я тебе переломаю все, что можно переломать. Отрежу тебе рога, уменьшу тебя в два раза. Или даже наоборот, одену тебе оленьи рога. Демонические. Хочешь? Одену на тебя рога. Вот так вот я тебя отправлю в твой мир. И посмотрим, как ты их будешь носить. Я тебе последний шанс даю рассказать мне всю правду. Она любит свою хозяйку. И? И я ей предложил, что можно полететь к ней навстречу. Показал ей птицу. Сказал, что она сможет. И открыл ей путь. Это было смешно. Ты считаешь, что было смешно? Ну да, для тебя смешно. Я говорю правду. Хорошо, я понимаю. Как ты и просил. Все верно. Ты мне сказал правду, как я и просил. Так, черт, давай сейчас выходи из клетки. Собери, во-первых, все свои комочки, все одеялки. Все, что находится на твоей чистоте. Потому что я сейчас просканирую это все. Если я малейший где-то найду еще. И ты мне еще сейчас расскажешь, на кого ты одел носочки в этой квартире. Не на кого. На диване. Да. В зале. Угу. А его одеяло. Он любит вообще это место. Там портал рядом с окном. Хорошо, пусть сначала все соберет свое одеяло в комнате. Забирай дальше. Пошли. Под кроватью смотри везде. В спальне. У него есть много разбросанных комков и одеяла в каждой комнате. За пять лет можно хорошо раскидать все это. Собрал. Все собрал. Хорошо, теперь пошли по квартире. И показывай мне, где находится здесь портал. Будем их закрывать. Ну вот он окно сразу показывает. Где? В зале. В зале. Хорошо, Вера. И по всему периметру окна внизу открывается портал в галактическое ядро. И этот портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Вместе с ним уходит фантом портал. Все наночастицы все на переработку уносится в чистую первичную энергию. Готово. Пошли дальше. В кухне. Где? Под окном. И под окном в кухне внизу открывается портал в галактическое ядро. Один. Два. Три. И этот портал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Уходит фантом портала. Все наночастицы портала все на переработку в чистую первичную энергию носятся. Готово. Пошли дальше. В ванной комнате здесь портал, но он как воронка большая. Где именно? Посередине или в углу? Посередине. И посередине ванной комнаты открываем внизу портал в галактическое ядро. Один. Два. Три. Засасывается. Туда этот портал уходит на переработку. Вместе с ним уходит фантом портала. Все наночастицы все уносятся на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Пошли дальше. Там с кухни дверь на балкон, где сидела Рахман. Основной. Там какие-то энергии холодные. Хорошо. Под этими энергиями открывается портал в галактическое ядро. Засасывает их туда. Все наночастицы все уходит. На переработку закрывай, опечатай, растворяй. Пошли дальше. В спальне. В одной из спален. Да. В стене портала. Хорошо. Хорошо. И внизу этой стены открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала. И все наночастицы этого портала все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Еще есть? Порталами закончено. Здесь много каких-то энергий непонятных. Типа вот такой, которая была. Хорошо. Тогда мы будем это все сейчас собирать. И ядой команды. Нет. Мы еще не разобрались с обитателями квартиры. Так. И насчет 3 появляется. Фантом собаки Мелли. 1, 2, 3. Выдергивай его к нам. Да, он здесь. Хорошо. Приветствуем, Мелли. Не бойся. Все нормально. И, Верочка, просканируй его. Есть ли на нем что-то? Ну, есть, конечно. Она красная вся. Отлично. Я даю команду на счет 3. Включай внутренний белый свет Мелли. 1, 2, 3. И из каждой клеточки, из каждой извилинки, из всех ее тонких тел начинает выходить вся чужеродная патогенная энергия. 1, 2, 3. Формируется шар перед Мелли. Готово. Отлично. Большой шар. Как мяч. Открывается внизу портал в галактическое ядро. Этот мяч улетает на переработку в чистую первичную энергию. И считай, пожалуйста, сколько нужно энергии. И какая частая вибрация для собаки? 50. 50 процентов и? 7, 8. И 8 герц. Хорошо. Так. И сколько у нее чакр, Вера? 4 или 5? У нее 5. 5. Хорошо. У кошки, по-моему, 4 было. И на счет 3. В макушку головы Мелли начинает поступать 5 высоковибрационных потоков по 50% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Отдельно включая переломанную лапу. Восстанавливает на физическом плане. Все растается быстро. Чистота вибрации поднимается до 8 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергией вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Так, Мелли, ты меня понимаешь? Понимает. Хорошо. Как ты себя чувствуешь сейчас? С телом ей надо соединиться. Соединим тебя с телом. Я тебе что хотел сказать, Мелли? Никогда не верь чертям. Собаки не летают. Ты понимаешь? Никогда больше никому кроме хозяйки не верю. Ты поняла? Поняла. Иначе ты не попала бы в такую ситуацию. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мелли в ее систему биоробот душа. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Идет полная синхронизация между физическими биороботами и энергетическими тонкими телами. Вся энергия передается на физический план. Да, будет так и так и есть. Готово. Хорошо. И... Клетка у нас пустая сейчас, да? Кроме черта. Черт. Больше ничего нет. Да. Хорошо. И из каждого угла этой квартиры летят клетки тюрьме и формируются в большой шар. И останавливаются автоматически, когда все будет собрано. Шар очень большой. Хорошо. Я, в принципе, хотел его уничтожить. Черт. Но поскольку ты мне всю правду рассказал, правда, со второго раза, я тебе его отдам. Хочешь его забрать? Хочет. Отправляю черту. Не тресни там, Вера. Это еще демоняка. Не ожидала тебя. Готов. Готов. Хорошо. Буду тебя отпускать. Никогда больше сюда не приходи. Все понятно? Да, понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. Один, два, три. Черт. Забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая, да? Да. Открывается портал под ней в галактической ядре. Клетка улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И на четыре. По всему периметру квартиры, включительно балкон, открывается патул. Готово. Отлично. И спускаю в квартиру шар энергии от мана. Один, два, три. И эта энергия, включительно балкон, остается присутствовать. Есть. И по всему периметру квартиры, включительно балкон, устанавливается, не требует подзарядки, работает в автоматическом режиме. Готово. Хорошо. Мы закончили здесь, Вера? Да. И на счет три переносись к входной двери. Один, два, три. Снимаем с тебя защитный скафандр. Открывая портал в галактической ядре, скафандр улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И отключайся от квартиры и переносись в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.